Привет, дорогие мои друзья! Сегодня хочу показать вам маленькое, недорогое, но очень важное устройство защиты и индикации, способное защитить вашу дорогостоящую электротехнику от излишнего напряжения, либо от его недостатка. Устанавливается оно в электрощиток на генрейку и называется реле напряжения. Дело в том, что напряжение в электросети порой может вести себя непредсказуемо, и один его резкий скачок способен вывести из строя технику, на которую вы копили долгое время. Причиной скачка напряжения может быть не обязательно попадание молнии в электросеть, а например обрыв нулевого провода на подстанции. Спросите, как обрыв провода может спровоцировать скачок напряжения? Давайте спросим об этом у гугла, сейчас я вам все наглядно и на картинках покажу. Эта ситуация только на слух воспринимается как что-то невероятное, на самом деле от нее никто не застрахован. Живете вы в своем доме или в многоквартирном, значения не имеет. Переходим на случайный сайт, но здесь подробно с картинками описана эта ситуация. Если хотите, можете сами перейти и почитать подробно, но теория я вас грузить не хочу, ее мы сразу перемотаем и перейдем к понятным для нас картинкам. Здесь для простоты понимания изображены три квартиры, подключенные к разным фазам. То есть в любой многоквартирный дом заходит трехфазка, это 0 и 3 фазы. Напряжение между любой фазой и 0 220 вольт, ну а между фазами 380. Для распределения нагрузки вы подключены на одну фазу, ваш сосед на другую, еще какой-то сосед на третью, но и у вас и у вашего соседа напряжение в розетке будет 220 вольт. Но нагружены фазы всегда по-разному, потому что сосед ваш может пользоваться обогревателем на 4 кВт, а вы смотрите 100 ваттный телевизор стоимостью допустим 100 тысяч рублей. Это я для примера конечно. Теперь смотрите, допустим 0 рвется, напряжение никуда не исчезает, просто оно начинает протекать между фазами. Посмотрите и подумайте кому не повезет больше, соседу с напряжением в сети в 40 вольт или вам с напряжением в сети 340? Будет обидно попрощаться с дорогостоящей техникой, но лучше всего заранее обо всем позаботиться и приобрести реле напряжения. Если вы не хотите платить в 3, а то и в 4 раза больше, приобрести лучше на Алиэкспресс, а еще и воспользоваться случаем и сделать это именно в день распродажи. Вот мой заказ, 10 сентября я его делал, 2 штуки, каждая по 14 долларов. Итого 28 баксов. Чтоб вы понимали, это не развод с искусственным завышением цен до распродажи, а потом занижением во время. Скидка действительно хорошая, перейдите по ссылке в описании и вы сами в этом убедитесь. Перед проверкой работоспособности сейчас обязательно разберем и посмотрим, что внутри. Нам это нужно для понимания работы устройства. Очень аккуратно снимаем крышку, чтобы ничего не повредить. Здесь сразу видно электронную начинку, плату контроллера. К ней подходит красный провод, это 0. Ну а сам 0 в устройстве соединен мощной медной перемычкой. Для работы устройства 0 нужно обязательно подать на вход, но 0 можно не снимать с него, а отдельно развести на нулевой шине в щитке. На корпусе устройства этот контакт обозначен буквой N. Нейтраль. Ну а все манипуляции внутри устройства будут происходить с фазным проводом. Переворачиваем плату контроллером и здесь видим черную коробочку. Это реле. Смешное я говорю это слово, но на суть работы не влияет. В общем, реле оно прерывает, либо наоборот замыкает линию. Кстати, фаза подключается к контакту, обозначенным латинской буквой L. Lion. Линия. А вот эта желтая фигня, это катушка, которая измеряет ток, протекающий по проводу. Что-то похожее на принцип действия токовых клещей. То есть, благодаря тонкому красному проводу, плата контроллера знает напряжение в сети, а благодаря желтой катушке, контроллер знает силу тока, проходящую через это устройство. Соответственно, контроллер может отдавать команды на размыкание, либо замыкание цепи. А значение низкого, высокого напряжения, силы тока мы можем устанавливать механическими кнопками, расположенными на лицевой панели устройства. Само реле может выглядеть по-разному, в зависимости от назначения. В нашем случае это черная коробка на плате. В ней находится катушка, это электромагнит. Он притягивает контакты, они замыкаются и по силовой цепи протекает электрический ток. Это я вам принцип действия реле пытаюсь объяснить. То есть, другими словами, слаботочным сигналом мы можем управлять включением или выключением силовой цепи. Надеюсь, никого не запутал, ну а если узнали что-то новенькое, благодарность принимаю лайками под этим видео. Кроме всего прочего, данное реле вверху показывает напряжение, а внизу силу тока, протекающую через него. Нажав кнопочку SET, мы можем менять сначала верхний порог напряжения, то есть это максимальное напряжение, при котором реле будет размыкаться. Изменение значения происходит нажатием стрелок вверх-вниз. Устанавливаем нужное значение, нажимаем SET еще раз и здесь мы с вами можем выставить нижний порог срабатывания. Точно так же установка значения происходит стрелочками вверх-вниз. Установим, например, 170 вольт и нажмем SET еще раз. Далее устанавливается сила тока. Несмотря на то, что это реле напряжения, оно так же может срабатывать по току. Но я бы не рекомендовал его использовать вместо автоматов, потому что при очень большом токе, контакты реле могут свариться между собой и оно соответственно не сработает. Но как дополнительная защита, почему бы и нет. В интернете наткнулся на очень любопытную статью «Выбор автомата. Хитрые тонкости». Я вам даже ссылку в невидимой части оставлю на нее, если интересно, перейдете, почитайте. Если кратко, то у автоматов в зависимости от их типа есть время срабатывания. Вот здесь ниже в статье, например, приведены значения тока срабатывания больше часа и меньше часа. Если взять автомат на 16 ампер и нагрузить его током в 18 ампер, то для его срабатывания нужно будет больше часа ждать. Ну а чтобы он сработал быстрее и соответственно нужен больший ток. В случае короткого замыкания это конечно не важно, автомат сработает моментально. Ну а при выборе сечения проводки эти данные имеют большое значение, поэтому статью рекомендую перейти и прочитать. Именно эту статью я имею ввиду, когда говорю о дополнительной защите. Потому что здесь, если мы установим ток в 16 ампер, то при достижении именно 16 ампер тока в цепи, реле выключится. А не будет ждать больше или меньше часа. После установки тока нажимаем SET и устанавливаем время в секундах. То есть это то время, через которое реле повторно включится. Минимальное значение включения 3 секунды, максимальное 300. Что нам остается? Остается проверить. Для этого в качестве нагрузки подключим тепловентилятор. Проверять срабатывание будем по силе тока. Я бы и по напряжению проверил, но к сожалению у меня нет латера для его изменения. Но как вы понимаете, контроллеру без разницы на что срабатывать, на напряжение или на ток, размыкает цепь реле одинаково. Включаем тепловентилятор, по сети начинает протекать электрический ток, реле моментально срабатывает, потому что стоит низкое значение. Сейчас подождем несколько секунд и реле должно попробовать включить вентилятор. Вот смотрите, включает и тут же идет отключение. Дальше реле опять ждет заданное время, ну то есть это то время, которое мы выставляли в настройках. Опять включается и опять выключается. Поставим ток срабатывания 5 ампер. Во время настройки реле размыкается, при выходе из меню замыкается. Сейчас сила тока в цепи составляет 3,9 ампер, а мы установили 5. Тепловентилятор работает все замечательно, ну а теперь давайте включим второй режим, то есть увеличим мощность. Увеличиваем мощность, сила тока в цепи превышает 5 ампер, реле отключается. Ждет установленное в настройках время и включается вновь. Аналогичным образом будет отключаться и по напряжению, когда его значение в сети больше, либо меньше установленного. Когда заказывал, совсем не подумал то, что в доме то будет 3 фазы. Ну и по факту да заказал еще одно реле. Здесь если ниже посмотреть, видно 0 скоммутирован на отдельной шине. И с этой шины в реле 0 заходит только для питания электронной начинки. Вот не будь индикации напряжения на этом реле, я бы не предусмотрел выводы для стабилизатора. Конечно напряжение в 200 вольт на фазу никуда не годится. Разве что электрический котел питать. Ну пусть он будет не 12 кВт, как заявлено, а в результате низкого напряжения 10. Я думаю этой мощности нам вполне хватит. Да и гудеть стаб как сумасшедший не будет по ночам. Получилось здесь 3 вывода. Один с улицы, то есть это входящий кабель. Он будет соединен напрямую с кабелем, идущим на котел. Ну а третий кабель пойдет уже со стабилизатора на питание всего остального в доме. Пока все эти кабеля временно соединены разъемами между собой. По замыслу здесь как раз будет раздвижной шкаф. То есть стабилизатор будет находиться внутри, его видно не будет. Точно так же как и сам щиток. Как видите у нас идет процесс отделки потихонечку. Стенки становятся беленькими, появляются откосы. В щитке появилось третье реле напряжения вместо временных автоматов. Благодаря индикации тока на каждом реле, в дальнейшем можно будет равномерно распределить нагрузку по фазам. Например несколько автоматов с нагруженной фазы перекинуть на менее загруженную. Еще у нас всплыл один нюансик при монтаже коробок под выключатели Аквара. Дело в том, что здесь нет регулировочных отверстий и если коробка будет установлена криво, то и выключатель также будет установлен криво. Но это еще не самое сложное. Для этих выключателей нет общих рамок и если вы будете устанавливать два выключателя рядом друг с другом, то установив коробки вплотную, крышки на них потом не защелкнутся. А если вы установите их далеко друг от друга, между выключателями появится щель. Так вот соединить коробки нужно таким образом, чтобы выключатели были на одном уровне, а щель между ними была минимальна. Ну и весь этот общий блок стоял прямо в итоге. Как вариант было решено склеить коробки между собой герметиком, подождать пока высохнет, ну а затем сразу же две коробки одновременно установить в стену. Вот в это огромное отверстие, здесь будет включаться свет в прихожей и свет в кухне-гостиной. Двумя выключателями в одном месте это единственная точка, все остальные точки будут иметь одну коробку под выключатель и здесь главное установить ее по уровню. Обещал держать в курсе проекта умный дом Xiaomi, вот показываю. Стеночки у нас беленькие стали, это еще только первый слой. Готовы трассы для кондиционеров. Их тоже просили показать, они будут идти по потолку, а вот с дренажами решение немножечко необычное. В доме планируется 4 кондея и все они будут сливаться в бачки унитазов. Два санузла в доме, два кондиционера будут сливаться в один бачок и другие два кондиционера в другой бачок. Как вы знаете в унитазных бачках есть переливы и через эти переливы конденсат кондиционеров будет стекать в канализацию. С дренажными помпами связываться не захотелось, выводить дренажи на улицу это тоже вариант не близкий. Напрямую дренаж кондиционера в канализацию тоже не сунешь, иначе канализация будет на весь дом вонять. Есть специальные сифоны для кондиционерного дренажа, но вариант этот тоже не идеальный, потому что их нужно обслуживать. А для этого нужно организовывать к ним доступ. В случае с бачком все гораздо проще. Унитазы подвесные, доступ к этим шлангам будет через кнопку унитаза. Достал протяжку, засунул, почистил трубки, собрал, все классно, быстро и самое главное просто. Вот как-то так. И смотрите видео про инверторный кондиционер в Силоне, кто не видел ссылка будет в завершающем окне. А, ну и еще есть новость, переделали нишу под холодильник, и теперь я уже совершенно точно буду заказывать холодильник Xiaomi с жидкокристаллическим дисплеем. Холодильник у нас будет согласно названию проекта. Умный дом Xiaomi и холодильник тоже должен быть умным. Ну а если вам интересно посмотреть раньше, то ссылку на него оставлю в описании под этим видео в невидимой части. Ну и конечно же спасибо вам большое, что смотрите, проявляете интерес. Следите за проектом в дальнейших видео. Все, на этом у меня все, с вами был Александр, желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения, пока-пока.